Сфотографироваться с черепом тираннозавра или трицератопса такая редкая возможность появилась у посетителей Ульяновского областного краеведческого музея. Это наиболее масштабные экспонаты. Они являются частью выставочного проекта «Древняя жизнь» Вятского палеонтологического музея. Экспозиция включает более полусотни экспонатов, представляющих собой окаменелые остатки разнообразных организмов из различных геологических эпох. Конечно, большинство из них – слепки, то есть копии с оригиналов. Самому древнему экспонату строматолитовой постройки, найденному в Челябинской области, около 900 миллионов лет. Он, к слову сказать, оригинальный, а самому раннему – около 65 миллионов лет. Примерно этого возраста, к примеру, череп тираннозавра. Наш музей был создан на базе находок скотельнического местонахождения париозавров. Это одно из крупнейших местонахождений животных пермского периода. У вас есть аналогичный геопарк, где находят животных именно уже юрского периода. Но у нас животные более древние. И они как раз точно так же представлены на данной выставке. Слепок скелета взрослой особи париозавра в полный размер тоже есть на выставке. Он как раз был найден в Котельничь Кировской области. Его возраст примерно 255 миллионов лет. По образу жизни париозавры являлись бегемотами, предпочитали большую часть времени находиться в воде. Их характерной особенностью являются многочисленные кожные окостенения. Это обстоятельство натолкнуло ученых на мысль, что париозавры – предки черепах. А также они обладали необычным органом чувства – третьим глазом. Любопытно посмотреть на копию рака скорпиона, членистоногого, одного из самых грозных хищников Палеозойского моря. На выставке он тоже в полный размер. Не менее интересен слепок беременной самки ихтиозавры возрастом 180 миллионов лет. К слову сказать, первые находки ихтиозавров в России были обнаружены именно в Симбирской губернии Ульяновской области в 1829 году Петром Языковым, братом поэта Николая Языкова. Вот если у нас посетители нашего музея в постоянной экспозиции могут увидеть морских рептилий в основном, потому что наш край богат такими находками – морскими головоногими моллюсками древними, то сейчас на этой выставке можно будет увидеть различных животных, которые были найдены как в Кировской области, как найдены, например, копии представленных животных, которые найдены были в Германии в 19 веке, по которым описывались многие первые находки первых животных, определенных археоптериксов, птерозавров различных. Для удобства посетителей есть информационные планшеты, чтобы самостоятельно прочитать про тот или иной экспонат, а также прочитать или прослушать все о выставке можно через QR-код при помощи смартфона.